Российский биолог Российский биолог хочет создать генетически модифицированных детей. Что ему мешает? Нет, друзья, ему ничего не мешает, он создает. Это Денис Ребриков, российский биолог, который возглавляет лабораторию редактирования генома научного центра имени Кулакова. Российский биолог намерен создать генетически модифицированных детей. Но, друзья, это давно уже создается, и эти дети давно есть. Они живут среди нас, они живут и в других местах, которые закрыты для обычного человека. Земли-то пустуют, у нас Сибирь вся пустая. Мы не знаем, что там находится, а, возможно, там построены новые города как раз для таких генетически модифицированных детей. Но мы об этом не знаем, потому что от основной части населения эти эксперименты скрыты. Хорошо это или нет, возможно, правильно делают те небожители, которые руководят данными экспериментами. Если говорить о российском биологе Денисе Ребрикове, но, несомненно, умная голова, направлен он на то, чтобы создавать генетически модифицированных детей. Я хочу, друзья, сказать, возможно, это и не так плохо. Ведь мы тоже, все люди на Земле, тоже чей-то опыт. Мы тоже так же были созданы, генетически модифицированы. И мы несовершенные. В нас очень много ошибок. Заложены ошибки так же и в наших характерах. Вы не думайте, что вы творение Бога. Боги – это вот такие люди, как Денис Ребриков, которые, конечно, двигаются по указке свыше от небожителей. А тех людей, которые живут на небесах, над нами с вами в кораблях, у них такие же земли, на которой живем мы с вами. Вы много путешествуете? У вас есть клочок земли, где вы постоянно живете и путешествуете только в несколько стран. И вы думаете, что ваше путешествие – это куда-то очень-очень далеко. И что земля настолько велика? А нет, друзья. Оказывается, земля не так велика. А полеты самолетов – 9 часов, 12 часов. Да это все мыльный пузырь. Самолет может домчать вас и за 40 минут, и за 2 часа максимум. Но есть маршруты авиалиний, которые намеренно затянуты, чтобы показать человечеству, что мир, в котором мы живем, он огромен. В этой связи, друзья, что касается экспериментов Дениса Ребрикова, С одной стороны, вы можете возмущаться и говорить, что это нарушает принципы человеческого развития и человеческой неприкосновенности. Но еще раз повторяю, если сам человек был создан, о какой неприкосновенности мы с вами говорим? Российский биолог Денис Ребриков намерен создать генетически модифицированных людей, повторив скандальный эксперимент китайского профессора Хе Цзянькуя. О Хе Цзянькуе у нас есть с вами видеоролик, где мы говорили об этой теме. Но в отличие от своего китайского коллеги, который провел генетический эксперимент, якобы, друзья, это все, опять-таки, игры, якобы в тайне от научного сообщества и по подложным документам, то Ребриков охотно рассказывает о своих планах журналистам и обещает добиться разрешения на проведение опыта от комиссии по этике российского Минздрава. Сам же российский генетик стал объектом расследования агентства Bloomberg, который пришел к выводу, окончательное решение о генетически модифицированных детях, по всей видимости, будет принимать лично президент Владимир Путин. Но, друзья, как это лично президент может принимать такие важные решения? А если у него деменция мозга? А если у него плохое просто настроение? Такого просто не может быть. Однако же у нас с вами сейчас империя. То есть мы с вами имеем императора на троне, а не какие-то демократические нарезки земли и нарезки нашего менталитета, о которых нам внушают, говорят, вдалбливают в голову. Но тем более должен принимать президент, раз его обе дочери занимаются генетикой. Денис Ребриков – довольно молодой проректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и глава лаборатории редактирования генома научного центра имени Кулакова. Изначально его команда пыталась решить ту же проблему, над которой работал Хэй Цзянькуй – сделать ребенка неуязвимым к заражению ВИЧ еще на стадии зародыша, удалив часть гена ССР5, через который вирус присоединяется к клеткам. Эксперимент удался. Ребриков и его коллеги опубликовали результаты своего успешного опыта еще до сенсационного заявления профессора Хэ о рождении близняшек Лу и Наны. Однако до рождения ребенка эксперименты россиян не дошли или нам их просто не показали. Сам Ребриков уверял, что у него не было такой цели, иначе бы он опередил китайского коллегу и первые генетически модифицированные дети, устойчивые к ВИЧ, появились бы на свет в России. Но, друзья, здесь тоже лукавство. Здесь просто Россия дала посыпаться всем палком и дубинком как раз на головы китайского генетика. А они, россияне, остались в стороне, хотя делают все то же самое. Моя команда тоже родит такого ребенка, просто мы идем к этому медленно, многократно проверяя безопасность технологий. Так говорит ученый Денис Ребриков. В июне он дважды повторил это обещание. Обещание Ребриков даже сообщил, что уже договорился о наборе ВИЧ-инфицированных женщин для участия в эксперименте, еще не получив разрешение комиссии по этике. Однако буквально через несколько недель он внезапно заявил, что сменил цель эксперимента. Теперь речь идет о предотвращении наследственной глухоты, вызванной мутацией гена JB2. Исправив эту мутацию у эмбриона, российский ученый хочет помочь двум глухим родителям завести нормального слышащего ребенка. Дело все в том, друзья, что после скандала с профессором Хе научное сообщество утвердило строгие правила редактирования ДНК человека. Внесение генетических изменений для решения медицинской проблемы допустимо только в отсутствии других приемлемых альтернатив. Чтобы предотвратить передачу ребенку ВИЧ и большинства наследственных заболеваний, можно обойтись без генной инженерии, просто отобрав здоровый эмбрион. Именно это было одним из основных пунктов критики в адрес китайского профессора. Однако, если ген JJB2 поврежден у обоих родителей, помочь ему родить слышащего ребенка может только генная инженерия. Так что помешать Ребрикову провести такой эксперимент будет значительно сложнее. Самое главное поменять цель, поменять основу, а делать все то же самое на самом деле, друзья. Поэтому, ну, взяли и поменяли название эксперимента. И в первом случае ВИЧ-инфекция тоже не очень их интересовала. Просто идет редактирование генома человека. А уж под каким предлогом? Ну, не под ВИЧ, а под глухотой. Все одно и то же. А запреты идут, ну, якобы по этическим соображениям. Знаете, я тоже как бы подумала, что этические соображения, да, они, знаете, выходят на первое место. И нам кажется, что мы такие необыкновенные, совершенные люди. И у нас есть душа на самом деле, друзья. И это все ерунда. Да, это семечки. Мы искусственно созданные такими же Денисами Ребриковыми. Только лет 150-200 назад, не больше. Ведь даже когда уже создали нашего человека, то в это время еще на Земле проживало большое количество гигантов по отношению к нам. Но и эти гиганты не были гигантами, потому что они застали то время, когда на Земле жили еще более высокие люди, чем те гиганты трехметровые, которых застало наше человечество. 5-7 метров, друзья, это не предел. Такие люди жили на Земле. Так что Земля – это экспериментальная база. Это лаборатория, где пытаются выводить разновидность человека. То человек маленький, то человек гном, то человек высокий, более двух метров, а то человек 5 и 7 метров. Человек разный. И, возможно, кто-то на нас смотрит сверху и думает, насколько меняется поведение человека, когда он высокого роста. Насколько меняется поведение человека, когда он горохообразный. Царь горох. Сказки у нас с вами для этого существуют, где мы, вернее, для нас и нам говорят о царях горохах. Мы пропускали мимо ушей эти сказки, потому что нас не заставляли концентрироваться на царях горохах. А именно цари горохи сегодня управляют вами, нами и всей нашей Землей. Но это не предел. Это именно эра царей горохов, друзья. Но будут еще и совсем лилипуты. И эти цивилизации лилипутов, они живут рядом с нами, но только в тех местах, куда человеку нельзя выходить. У нас с вами существуют границы нашей жизни на Земле. Нам их определили. И как правильно заметил ученый Ребриков, что прогресс нельзя остановить словами на бумаге. Вы же сами знаете, сегодня слова одни, а завтра слова другие. Поэтому Ребриков работает в своем направлении и пытается получать какие-то разрешения от комиссии. Но что такое комиссии? Мы же с вами прочитали, что как решит Путин, так и будет. Так что какие комиссии, друзья? Мы с вами можем говорить о решениях комиссии, но все комиссии завязываются только на одного человека-императора Путина. В конце июля того года несколько именитых ученых-генетиков провели на юге Москвы тайную встречу, на которой якобы присутствовала дочь Владимира Путина, старшая дочь Мария Воронцова. Догадываясь, что только Путин может принять решение о том, как регулировать в России новую технологию, способную изменить генетический код любой живой клетки, генетики хотели представить свои противоречивые мнения по поводу намерений Ребрикова на суд Марии Воронцовой, эндокринологу, чьи взгляды на биоэтику приобретают все больший вес. Так пишет Блумберг со ссылкой на участников тайного собрания. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан.